151 страница, два предложения. Тебе, да, Кирилл? Мученик, которого пожелали отметить уродством, мученик, которому ломают голень, мученик, одетый в звериную шкуру, другой мученик, выставленный с этой же целью. Так, Саня, 156-я, абзац, сверху, Кирилл. И не мог вспомнить, в поисках джанка принялся обшаривать всю квартиру. Незадолго до этого я заныкал кусок копии общей любого в одном из углов комнаты. Он с концами завалился под половицей. Несколько раз я безуспешно пытался выключить его. Кирилл, 103-я, абзац, посередине. И высказанная точка зрения никоим образом не противоречит рассказам о бичевании мученика. И нет никакой путаницы в том, как мы называем этот предмет. Слово «бичевание» несомненно означает удары всеми из вышеперечисленных орудий, мечами, кулаками, ремнями, плетними. Саня, 56-я, предложение первое сверху. Убери от меня нахрен этого указа, горолон. Кирилл, 35-я, абзац, снизу. Этот способ был высказан епископом Ефлеемским Муэтицким. Его цитирует церковная история Евсевии. А говорит он следующее. «Оставшиеся вновь были связаны яйцом друг к другу, подвешенные на столбах с ногами, недостающими до земли таким образом, чтобы конята были натянуты как можно туже. Самым жестоким было то, что жертвы чувствовали муки под тяжестью собственных тел». Саня, 21-я, предложение посередине. Прошло всего несколько минут, а он уже стучался в дверь. Кирилл, 37-я, предложение снизу. Из-за этого по выше приведенным сообщениям Никиф расследовала, что все верно. Саня, 97-я, абзац посередине. Чувак особо не заморачивался брать у нас долг в пакетике по 2 доллара. Вмазавшись, он начинал, немного прочёпавшись, попрошайничать, одновременно спуская рукава своей рубашки в полоску и пристёгивая запомку. «Ребята, я тут на вас поедержался. Вы ведь не будете против, если я заплачу в следующий раз? Вы же знаете, за мной не пропадёт». 33-я, предложение посередине. «Так мучился Нитридат, 17 дней, я решну, 17-й умер». Страницы закончились. 68-я, абзац посередине. На следующий день он припёрся с долларом 80, а чеке ничего не сказал. Так и пошло-поехало. Приходил, имея либо меньше, либо совсем ничего. Но всегда вот-вот должен был получить деньги от своей тёщи, тёти, друзей своей собаки и им подобных. Эти байки он подтверждал письмами и телеграммами. Почти такой же надоедливый тип, как прилипала Джундуля. 73-е предложение. Ересь, не терзающая природу человека, не может нас успокаивать, как не может нас не беспокоить и ересь, подгласно украшению и приручению. Уж не говоря о диких нравах, не касаясь нравов, исходящих из дебри жестопости, происходящих оттуда, где нет присутствия отца. Ни прикосновенности жизни, ни прекрасной литературы, ни священных благ, ни слов молитв, где не проливают слёзы постраданию без вина, где жертву приносят в огромнейших невообразимых масштабах. Когда конец? Ну, пару раз ещё хотя бы. 132, абзац посередине. В начале октября пришло письмо от моих поручителей, извещающие о предстоящем через четыре дня рассмотрении моего дела. Я, Гатна Утайджу. 118, абзац сверху. Далее, мы не должны удивляться тому, что святого Себастьяна после его смерти потащили крюком до Большой Клоаке. Там так язычники исчестили уважаемых христиан. Потом крюк лучше всего быть описан и определён таким образом. Это длинная палочка или миниатюрная копьева, железная на одном конце и замкнутая на себя и на себя же. Он применялся для перетаскивания приговорённых преступников к гемониям и последующего наказания, и, наконец, для стаскивания мёртвых тел плохих людей к Лааче. Остальные были затёканной безмазовой массой льдин. 139, продолжение посередине. Даже удары самых крайних с точки зрения болезненности детей, направленные на то, чтобы опозрить человека, несмотря на это, были более лёгкой формой наказания, чем многие другие. Просачиваясь сквозь повязку, кровь крупными каплями падала на пол. Вернулся в постель. Я не мог спать, не мог читать. Я лежал и стоически глядел в потолок. Хорошо.